Катунь 24 Катунь 24 Катунь 24 Катунь 24 Катунь 24 Катунь 24 Такой звонок каждый избиратель сможет совершить в том числе и в дни голосования 15, 16 и 17 марта. Прямо с избирательного участка. Необходимый номер 8-966-455-63-71. Однако это не единственная помощь, которую оказывают людям с ограниченными возможностями здоровья. Если это избиратель, допустим, с ограничениями по зрению, то в участке есть специальные трафареты, которые совпадают с нашими избирательными бюллетенями. И при помощи другого избирателя люди с сниженным зрением могут поставить галочки при помощи трафарета в избирательном бюллетене. Добавлю, на участке будут работать волонтеры, которые помогут избирателям при необходимости. Сделать свой выбор можно не только на избирательном участке, но и на дому или дистанционно. Для этого до 11 марта нужно подать соответствующее заявление на портале госуслуг. Алтайские школьники и студенты сняли короткометражный фильм об участниках специальной военной операции. Не без помощи взрослых помогали профессиональные операторы и режиссеры. Премьерный показ прошел в Барнауле. Старший сержант, командир танка Антон Пузанов погиб 7 июня 2022 года, выполняя боевое задание в ходе специальной военной операции. Его посмертно наградили Орденом Мужества. Память о военнослужащем останется не только в сердцах его родных и близких, но и на кинопленке. Алтайские школьники и студенты сняли документальный фильм, посвященный СВО. Героями стали участники боевых действий, волонтеры, меценаты и семьи погибших бойцов. Было очень тяжело поделиться на большую публику, зная, что будет очень много людей смотреть. Было очень тяжело, но тем не менее мы понимали всю важность рассказать, поделиться. Мы бы хотели, чтобы, наверное, как можно больше людей узнали о наших мужьях. Они действительно герои и отдали жизни за Родину. Фильм «Важен каждый» короткометражный. Его создали в творческом объединении «Агава». В съемках принимали участие студенты колледжа культуры и школьники. Помогали профессиональные режиссеры и операторы. Желающих поучаствовать в производстве кинокартины искали среди тех, кто мечтает связать жизнь с журналистикой. Собрали хорошую команду. Команду города Барнаула, Тольменского района, Шалаболихинского района. Прошли курсы при университете на кафедре журналистики. Они создавали историю. Сами создавали истории, находили главных героев и брали интервью. Премьерный показ прошел в штабе общественной поддержки Алтайского края. Его посмотрели герои фильма, представители волонтерских организаций, молодежных объединений, Народного фронта, а также координатор рабочей группы по вопросам СВО Денис Голобородько и секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Романенко. Фильм удался. Сегодня об этом все говорят. Фильм демонстрируется сегодня уже при проведении самых разных мероприятий. Я не сомневаюсь, что данный фильм посмотрят в ближайшем будущем жители Алтайского края. Добавлю, в феврале фильм победил в номинации «Боевое крещение» на передвижном фестивале «Кино на службе Отечеству», который проходил в Москве. В нем участвовали 35 кинокартин. В планах транслировать фильм в эфире регионального ТВ. Елена Самарина, Денис Кузьменко. Новости. В Бийске прошел традиционный турнир по волейболу, посвященный памяти сотрудников погибших при исполнении служебных обязанностей. На состязание приехали сборные шести отделов полиции из соседних районов. Руководитель межмуниципального управления МВД России Бийская Сергей Ягонян подчеркнул, что это не просто спортивное соревнование, а дань памяти безвременно ушедшим коллегам. Со своей стороны члены семей погибших сотрудников высказали слова благодарности правоохранителям. Активная борьба за золотые медали началась с самой первой игры. Ни одна сборная не хотела уступать соперникам. Ближе к финальным встречам накал страстей только усиливался. В результате упорного противостояния на третьем месте оказалась команда межмуниципального отдела МВД России Петропавловский. Серебро досталось сборной межмуниципального отдела МВД России Целинный. Победителями турнира и обладателями переходящего кубка, как и в прошлом году, стали сотрудники межмуниципального управления МВД России Бийская. По итогам соревнований лучшим нападающим признан Артем Смыков, блокирующим Александр Руф, а связующим Екатерина Конобейская. В Краевой специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих презентовали инклюзивный фотопроект «Посвящается женщине». Героинями стали читательницы культурного учреждения с особенностями здоровья. Творческая группа проекта преобразила их. Сделала прическу, макияж и профессиональные фото. Рядом со снимками их жизненные кредо и мечты. Увсин России по Алтайскому краю предоставил библиотеки мольберты, на которых разместили уже готовые работы. На самом деле накрасить столько человек для меня это уже обычная история, но немножко было сложновато. Но это было в две недели, мы делали в несколько дней. Я смотрела и прям на открытии я так радовалась. Я смотрю по фото, такие счастливые глаза, это так приятно, но это надо почувствовать. Участницы разного возраста, от подростков до 60+. Они признались, что во время подготовки к фотопроекту получили много внимания, а сама выставка стала отличным подарком к Международному женскому дню. Буйство красок и мистический флёр. Выставка «Окрылённая» художницы Татьевик Арсенян открылась в Барнауле в арт-резиденции «Кот». Художница родом из Армении, в трёхлетнем возрасте переехала с семьёй в Россию. Её родители тоже художники, и с самого детства прививали дочери любовь к искусству. С рождения она левша, но её научили писать обеими руками. Эта особенность помогает художнице в написании её оригинальных полотен. Выставка работает до 14 апреля, вход бесплатный, возрастное ограничение 12+. Пушистая звезда соцсетей Кот Фиксик стал ведущим программы «Котопогода» на телеканале «Котунь-24». Кот попал в семью Ломакиных 4 года назад. Изначально хотели взять породистого сфинкса. Но им позвонила соседка, которая в слезах рассказала, что нашла полуживого котёнка. Из-за травмы его глаза выглядят так, будто он всегда удивлён. После ролика, который Ирина и Антон выложили в интернет, Фиксик стал знаменитостью. Видео набрало более миллиона просмотров. Мы ездили на первый канал. Также, помимо этого, к нам приезжали разные информационные программы. Новый выпуск Котопогоды для зрителей канала «Котунь-24» Фикс провёл вместе с хозяйкой. В кадре кот чувствовал себя уверенно, уже привык к всеобщему вниманию. А в перерывах между съёмками активно исследовал студию. Для хозяев Фикса это новый, необычный опыт. «Мы выложили видео в социальную сеть. Буквально, наверное, через сутки, даже меньше, заходим. И там почти уже полмиллиона подписчиков и просмотров. Гора репостов. Мы вообще не поняли, что произошло. Оказывается, все это видео начали репостить». Прогноз погоды с Котом Фиксом вы можете посмотреть с сегодняшнего дня до 17 марта на нашем телеканале. А у меня всё к этому часу. Ещё больше новостей на нашем сайте «Котунь-24.ру» и в группах телеканала в социальных сетях. Хорошего дня. «Котунь-24.ру»